Девушки отдыхают Новый туристический маршрут, протяженность которого составит 14 километров. Он будет называться «Путь трех ущелий» и свяжет Комсомольский парк с городскими достопримечательностями. На Ставрополье отметили День государственного флага. В муниципалитетах региона прошли различные акции, посвященные одному из главных символов России. Так, например, в Железноводске из воздушных шаров собрали огромный триколор. Он получился размером 5 метров в длину и 3 метра в высоту. А в селе Благодарном создали новый арт-объект Парк Победы. Он также выполнен в цветах национального символа. В селе Левокумском отремонтировали участок центральной дороги протяженностью 3 километра. За 46 лет полотно капитально не реставрировали. Однако автомобильный поток там серьезный, больше 150 машин в час. На работы из Дорожного фонда Края выделили больше 16 миллионов рублей. Родители села Александровского ликуют. Там сдали в эксплуатацию новый корпус детского сада «Звездочка». Он рассчитан на 55 малышей от полутора до трех лет. Это уже четвертый садик, который построили в Крае в этом году по нацпроекту «Демография». Площадь здания более 700 квадратных метров. Корпус включает в себя три групповые ячейки. Там также оборудовали музыкальные и спортивные залы. Железноводск вновь станет одним из городов, который проведет международный фестиваль уличного кино. Также среди участников Москва, Амстердам, Лиссабон всего около 500 городов. Кинотеатр развернется на Ферром площади. Зрители смогут увидеть 10 короткометражных фильмов, снятых молодыми режиссерами в различных жанрах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова